доброе утро дорогие друзья вы на канале питомника марине стик сегодня 31 июля 2021 года у нас ранее утро и малышам симоночки сегодня исполнилось пять дней это восемь щеночков чихуахуа которые рождены у нас 26 июля 2021 года так у нас хулиганит мишутка и симона еще к нам пришла присоединилась в компанию так ума мама зоси дочь бориса это она именно так сладко похрапывает под одеялом у меня на кровати все уже позавтракали и теперь сладко спят мамочки отдыхают симона спряталась ко мне под одеялку на кровати не шутка сидит на плече как попугайчик до вздыхает о чем-то не с кем поиграть говорит туда пошла сюда пошла сидела мишута меня за руки кусала а тут у меня две руки заняты в одной камера во второй подсветка иначе у меня вообще будет ничего не видно в лежаночке у нас темно малышам тепло они еще не открыли глазки и поэтому светом особенно тут не нужен когда детишки подрастут и переедут во взрослый манеж у них будет предостаточно и света и место а пока малышам нужно только тепло и молочко мамы которого у нас хватает поэтому мы вот такие вот упитанные и воспитанные покушали нам его мама им попки и все спим спим а еще дорогие друзья хотела обратить ваше внимание что на канале нашего питомника сообществе я собираю интересные для меня и полезные видео других блогеров на разные темы о здоровье животных вчера я смотрела очень интересное видео 26 вопросов ветврачу о кошках про здоровье прав все на самом деле подробно описано как кормить как вообще воспитывать насчет кастрации стерилизации про кошечек ну а мне понравилось это видео поэтому я его сохранила у меня в сообществе на канале моего питомника а также поделилась в соц сетях этим видео возможно кому-то это видео также станет полезным как и мне и такого плана видео я собираю не только про кошечек но конечно же и про собачек на разные темы и та же тема кастрации стерилизации которая как оказалось очень болезненно воспринимается многими зрителями гостями нашего канала есть в сообществе видео на темы кастрации с ответами ветеринарных врачей многие мне задают вопросы в комментариях под моими видео с конкретными какими-то проблемами и конечно я стараюсь ответить на все вопросы максимально подробно и быстро но я не являюсь ветеринарным врачом и какие-то тонкости какие-то моменты лучше конечно проверить и спросить у ветеринарного врача для этого я собираю вот такие видео где отвечает ветеринарный врач возможно вам будет гораздо важнее и быстрее посмотрев видео ответ ветеринарного врача на ваш вопрос ну найти какое-то для себя правильное решение все мои видео и советы складываются только исключительно на моем личном опыте содержание собачек разных пород вот уже более 37 лет безусловно мы неоднократно сталкивались с разнообразными проблемами и конечно же обращались к врачу и именно об этом я рассказываю в своих видео чем заканчивались зачастую у нас какие-то разнообразные ситуации но организм животного такой же также индивидуален как у человека и не все так скажем советы подходящие одному питомцу нашему в данной ситуации могут подойти к другому так как мы не можем знать о здоровье вашего питомца например если я рекомендую кастрацию своих собачек я знаю о здоровье своих питомцев от и до например перед тем как просто пойти к ветеринару и кастрировать своего питомца безусловно надо знать о состоянии его здоровье это ли не только веселое веселое настроение вашего любимца не только хороший аппетит но для надежности перед операцией кастрации лучше сделать сдать анализы сделать узи сердца или кардиограмму для того чтобы получить хорошие результаты вот это тоже не надо забывать при каких-либо разнообразных ситуациях с девочками я вообще рекомендую что если у вас она не кастрированная лучше посещать врача почаще делать узи хотя бы раз в полгода потому что разнообразные заболевания матки яичников у девочек в молодом возрасте независимо от того рожает она не рожает протекают всегда настолько незаметно возникают настолько внезапно что потерять неважно какого возраста собачку молодую или уже пожилую от заболевания матки яичников очень очень легко и просто и потом долго сожалеть о том что не доглядели не вовремя обратились к ветврачу не вовремя провели кастрацию но дело в том что действительно мы не можем забраться во внутрь организма нашего питомца и при многих действительно серьезных заболеваниях наш питомец вот никак их не ощущает он весел бодро активен имеет замечательный аппетит поэтому стала собирать в сообщество вот подборку таких интересных видео на мой взгляд полезных и ну вот хотелось сегодня рассказать о том что не забывайте вот в каждом канале на каждом канале youtube а есть такое слово сообщество вот там можно посмотреть разнообразные видео ответы ветврачей на темы здоровья наших питомцев если интересно заходите в наше сообщество делитесь так же с друзьями понравившимися вам видео возможно эта информация будет полезна не только мне и вам а другим пользователям соцсетей владельцам кошечек собачек других наших питомцев ну у нас утро как обычно тут тишина покой все позавтракали спят дуся вот так оригинально уснула в лежанке под тасси и зоси юля с ксюшей на пеленочке у нас похолодалось был вчера дождик сегодня очень пасмурно и прохладное утро поэтому мы с мишуткой позавтракали тоже сидим у компьютера вот решила сделать сегодня утреннее видео как дела у наших малышей взрослые спят малыши опять завтракают потому что сегодня день у нас такой насыщенный очень много дел уже начинается вылуп у меня цыпляток шелковые курочки от моих курочек мне надо следить и за вылупом цыплят подготавливать брудер переселять фазанчиков то есть работать в парничке очень все там срочно надо и пока даже не знаю где взять столько времени чтобы все успеть с учетом что вот эта мишута спящая у меня на плече которую сейчас даже не видно она абсолютно не дает мне от нее отходить ни на шаг поет нам песни и просится на ручки постоянно соглашаться на просьбы мишуты брать ее на ручки носить на ручках с собой везде это неправильно таким образом я ее приучу вообще постоянно находиться со мной и не слезать с ручек и тогда у меня никогда не появится возможность заниматься какими-то другими очень важными для меня на сегодняшний день делами но Миша у нас живет всего лишь третий день поэтому некоторые вот такие вот моментики я себе позволяю воспитание Миши приласкать ее пожалеть побаловать успокоить хе-хе-хе-хе ну надо так смешно завтракать бедная симочка ух как наш Оскар-то наминает вот посмотрите вот это да да хе-хе вот это чебурашка все под маму все под маму все под маму все спешат 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 в соседней комнате у нас ругаются мальчишки у нас идут течки у наших девочек и мальчики сейчас все очень возбуждены друг к другу относятся достаточно агрессивно они конкуренты о пошла война выяснение отношений кто из них сильнее это Борис и Ося я их замечательно различаю по голосам и когда мне надо на них наругаться я ругаюсь из этой комнаты чтоб они прекратили драться а все течные девочки спрятаны у меня в этой комнате все невесты сидят здесь а женихи дерутся в соседней комнате полтора все 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 и все все На этом, мне кажется, дорогие друзья, можно смотреть бесконечно, правда? Хвостики в антенке Розовые пяточки Чмоканье Вот так вот, мамочка кайфует Сегодня прочитала комментарий под видео Симоны, где она кормит 8 щенков Написано, собака-инкубатор для зарабатывания бабла хозяйки Вот честно, такие глупые комментарии пишут иногда гости нашего канала Что хотелось бы им ответить Но на самом деле, мне просто не хватает такого количества времени Вести диалоги с такого плана людьми Которые воспринимают какие-то такие видео о выкармливании щеночков, например, или еще что-то Сводя все вот к таким комментариям На самом деле, вдумайтесь, пожалуйста, в этот комментарий То есть собачка, которая сейчас выкармливает щеночков Которая выросла в нашем доме За здоровьем которой мы тщательно следим Регулярно проверяем это здоровье Правильно питаемся, правильно выгуливаем собаку Правильно содержим Для того, чтобы она была здоровой Правильно подбираем ей, скажем, жениха Для того, чтобы дети рождены были здоровыми Без генетических браков, отклонений Опять-таки, правильно кормим маму в момент вынашивания этой беременности Затем следим за здоровьем щеночков Если что-то надо откорректировать, подкорректировать, где-то помочь Кому-то не хватает молочка У мамочки мало молочка Тут же сразу оказываем всю необходимую помощь роженице Далее, всех щеночков Опять-таки, продолжаем После того, как перестает кормить их мама Мы начинаем кормить детишек самостоятельно И очень важно Кормление щенка должно быть правильным В самых первых дней его жизни Это и будущее иммунитет, и будущее здоровье На все последующие долгие-долгие годы его жизни И плюс, закладывается также воспитание Воспитание мамой закладывается И воспитание нами закладывается, заводчиками Так как, если сразу не уделять маленькому щеночку Должное внимание, не общаться с ним Вы никогда не получите ласковую, добрую, социализированную собачку Если содержать ее в клеточках, в загончиках И просто, скажем так, ставить ей мисочку с едой И убирать за ней, конечно же, отходы ее жизнедеятельности Ну и, конечно, когда этот щеночек подрастает Скажем, заводчика я могу в какой-то степени сравнить С суррогатной мамой, если это переводить все на людей Суррогатная мама получает определенное семя Вынашивает в себе чужого ребенка Скажем, чужого, почему наполовину это ее ребенок Потому что она в последующем передает этого ребенка в бездетные семьи Вот где-то так же чувствует себя заводчик Когда после всех вот этих вот Не то что дней, ночей, а месяцами Полностью готов к продаже окрепший щенок Это примерно 4 месяца после рождения 2 месяца мама вынашивает Вот уже полгода И перед этим Сколько мы еще Скажем, живем с этой мамой Которую мы растили Для того, чтобы она стала здоровой Полностью соответствовала стандарту породы И чтобы ей было что передать потомству Для получения дальнейшего поколения здоровых Генетически, физически, психически Потомков собак данной породы Основная масса Ну нет, не могу сказать основная масса Есть часть людей Которые почему-то Если увидели собачку Со щеночками У кого-то в видео Вот как у меня Питомник Значит все Все сводится только на одно О, куча бабла Ну, это говорит лишь только О ущербности Данного человека Который пишет этот комментарий Ну и В первую очередь, конечно О его глупости Потому что Если подумать серьезно На тему того, что Собачка в питомнике Для получения здорового потомства Помимо того, что Вяжется с определенным кабелем Для того, чтобы гены подходили Для того, чтобы не было Разнообразных близкородственных Скрещиваний Влияющих на здоровье потомства Не подходящих для друга Несущих в себе Разнообразные отклонения И заболевания Две породистые Чистокровные собачки Породы чихуа Могут не подходить Друг другу Как жених и невеста Потому что Имеют схожие Недостатки Или не дай бог Какие-то дефекты Дефекты вообще Исключают сразу Из разведения Эту собачку Тем самым Мы стараемся Как заводчики Как владельцы питомников Или просто заводчики Вносить пользу В данную породу Вот у меня чихуа У кого-то овчарка У кого-то ротвеллер Укрепляя здоровье потомства И улучшая породу Выбирая лучших производителей С крепким здоровьем Со здоровой психикой Для того Чтобы эта порода Продолжала приносить Пользу людям Удовольствие Польза от этой породы Очень большая Это собака Доктор Собака Лекарь Лекарь Душ Людей Которые не могут Себе возможно Позволить Жители больших городов Не могут себе позволить Завести лайку Не могут ходить с ней в лес Не могут Завести себе Мастифа Его просто Тоже не смогут Они содержать Правильно и достойно В условиях Городских квартир Но Общение с живой Природой С живым существом С собачкой С кошечкой Оно необходимо Каждому из нас Нас тянет к природе Мы сами выходцы Из природы Но На сегодняшний день Живем К сожалению Многие живут В больших городах Которые Обеспечивают им Работу Зарабатывание Того самого Грубое выражение Которое часто Пишут в комментариях Вот те самые Не очень Просвещенные В теме Кинологии Люди Не задумывающиеся О том Сколько Собачек Беспородных Детей Которых Никто Не то что не купит А даже даром Не заберет с улицы Бесконтрольно Размножаются В черте Города Никто Не собирается Создавать им Никакие Условия Ни питания Ни содержания Ни даже Какой-то Жалости Не вызывает У них Собачка Которая В сугробе Выкармливает Своих Потомков Зимой Да Это природа Собачка Имеет Ну Две течки В год Значит Два раза в год Бесконтрольно В природе Она Имеет Потомство А эта собачка Не имеет Никакого Хозяина Никто Никакой Как говорится Никаких денег На продажу Ее Потомков Не зарабатывает Эта собачка Зачастую Погибает Вместе Со своими Малышами Абсолютно Бесплатно На улице Поэтому Мой совет Тем людям Которые Очень Переживают За нашу Симону И называют Ее Инкубатором Для зарабатывания Бабла Ее Владельцами Пойти На улице Своего города Где вы живете И собрать С улицы Вот Таких Собачек Которые не имеют Никаких Хозяев Вырастить Техпотомства А потом Раздать Бесплатно В добрые руки Кто согласен Взять Беспородную Собачку С улицы Абсолютно Даром После того Как вы ее Прокормите Где-то Шесть месяцев Потому что Пристраивать Щенков Даже от породистых Собачек С документами Не получается Так быстро Как возможно Хотелось бы Некоторым Думать Наши Щеночки Переезжают От нас В возрасте Примерно Около Четырех Месяцев За резким Исключением Если это Жители Скажем Того города Где мы Живем И не требуется Никакой Длительной Карантины Мы можем Доставить щенка Из нашего Дома В их дом Но это Бывает Крайне редко В основной массе Все наши питомцы С нами живут В среднем До четырех Месяцев То есть Мы за ними Убираем Какашульки Вытираем Лужице И Передавая Потом Социализированного Выращенного Крепкого Здорового Ребеночка Новым Мамочкам И папочкам Ну Я не назову Это продажей Щенка Я считаю Что Стоимость Этого щенка Как раз таки Компенсирует Заводчику Той самый Если переводить На человеческий Язык Суррогатной Мамочки Те самые Физические Психологические И финансовые Затраты За полгода Вот этой работы Которая происходит В нашем питомнике Почему полгода? Потому что Два месяца Беременности Очень важный Период Для развития Будущего Потомства Если идут Какие-то Нарушения В процессе Беременности До родов И до появления Вот этого Потомства Собачка Может просто Не дожить Потомство Это может Просто не появиться Поэтому Комментарии На тему Инкубатор Для зарабатывания Бабла Могут писать Только Абсолютно Не Грамотные Конечно же В вопросах Кинологии Ветеринарии Люди Ну и Конечно же Люди Далеко Не Скажем так Не думающие Ни о чем Объективно А просто Имеющие Огромное Количество Комплексов Зависти По поводу Я не знаю Чих-то Чужих Финансов Любящие Совать свой нос В чужие карманы И Не стесняющиеся Показывать Свои Невысокие Умственные Способности На просторах Интернета Ютуб Смотрит Весь мир Продолжайте Позориться Если вам Это доставляет Удовольствие Ну а Думающие Зрители Не только Нашего Канала Но и Других Каналов В ютубе Где Показывает Питомник Свою работу Рассказывает Об этом Регулярно Для того Чтоб Многие Желающие Или Некоторые Желающие Почувствовать Себя Некоторые Завистники Некоторые Просто Желающие Поиметь Такое же Удовольствие Общение С милыми Пупсиками Могли Себе Представить Сколько силы Времени На это Будет Потрачено Себя У всех К сожалению К счастью Есть Такое Количество Времени Которое Вы можете Уделить Своим Питомцам За малышами Надо смотреть Не только Днем Но и Ночью Напоминаю Не все Мамочки Такие Как Симона Не все Могут Выкормить Не то что Восемь А даже Двух Щенков У некоторых Мамочек Есть проблемы С молочком Бывают Слаборожденные Детишки Вот слабенькие Маленькие Их приходится Подкармливать Уже Заводчику Тому самому Владельцу Того самого В скобочках Инкубатора Который Мечтает Заработать На этом Бабло Ну это я конечно Иронизирую На тему Вот этих Комментаторов Но Примерно Таким образом Я пытаюсь Озвучивать Это видео Ведя Так 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 Называемый Диалог О котором Меня просили Вчера В комментариях Если вам Задают Какие-то Вопросы Вы должны Вести Диалог Поверьте Ну если честно Не очень Хватает У меня Времени Отвечать На комментарии Конечно я отвечаю На самые-самые Важные Вопросы Которые Очень Быстрого Требуют Ответа Это Вопросы Касающиеся Питания Здоровья Всегда Всегда Если надо Поделюсь Телефоном Нашего Ветеринарного Врача И вы можете Сами Задать ему Очень важные Для вас Вопросы О здоровье Вашего питомца Но Вести Диалоги С людьми Которые Просто Как бы Не хотят Даже думать Своей головой На мой взгляд Это просто Бесполезная Трата Времени Пишут Они Всякую Ерунду Ну Пусть Останутся Со своей Глупостью На своем Едине Если Им не Очень Хочется Вообще Задумываться О том Что они Пишут Написали Какой-то Чушь И пошли Дальше Ну Это Это Говорит Только Лишь О Ущербности Этих Людей Не Более Того Вести С ними Какие-либо Диалоги Конечно Нет Не Смысла Тратить На них Какое-то Свое Время А Думающие Люди Мне кажется И сами Сделают Правильные Выводы Могут Даже Если Я не буду Комментировать Эти Видео Можно Просто Посмотреть И представить Перенести Это Все На свою Жизнь Готовы Либо Потратить Полгода Для того Чтобы Через Полгода А то Возможно И два Года У нас Осенька Живет А мы Не можем Найти Ему Хозяина Получить Какую-либо Компенсацию За Свои Физические Моральные Финансовые Затраты Которые Вы Должны Опять-таки Взять Из своего Бюджета На питание Содержание Не забывайте Стиральные Порошки Электричество Лежанки Пеленки Это все Стирается Ежедневно Это все Требует Обновления Игрушки Вкусняшки Это все Берется Из моего Финансового Бюджета От моей Семьи Отрывается От моего Питания И моего Как говорится Гигиены То что Мне надо Купить И делится Вместе Вот с этими Толстячками Чтоб Они росли Чистенькие Здоровенькие Крепенькие Глистогонки Обработки От паразитов Внешних И внутренних Это все Не дается Нам Бесплатно Мы это все Покупаем На наши Финансы О каком Зарабатывании Бабла Тут идет Речь Мне Если честно Непонятно На мой взгляд Это всего лишь Компенсация Вложенных Мною Средств И если Стиральный порошок Я могу купить Новый Мое здоровье Мне Никто Не вернет Эти бессонные Ночи Эти нервы Когда появляются Тищеночки На свет Никто Мне Никакими Деньгами Не восполнит Поэтому Если Каким-то Ущербным Недалеким Неумным Людям Нравится Писать Чушь Под чужими Видео Ну Пишите Конечно Не теплее Не холоднее Мне от этого Не станет А вам Если не стыдно Позориться Продолжайте На этом Прощаемся С вами Друзья Ненадолго До новых встреч На канале Питомника Мария Мистик